Добрый вечер в прямом эфире программы Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Смотрите сегодня в выпуске. Изменения в законодательстве. Нововведения для россиян с марта. Вакцинация против клещевого энцефалита. Опыт и мнение специалистов. Запрещенный груз. Иностранец вез 100 килограммов парфюмерии и косметики. Неделя масленицы для уссурицев подготовили развлекательную программу на каждый день. Помощь земляку маленькому Стёпе нужна реабилитация в Москве. Будем вместе. Арсений ждет родителей. Жизнь россиян изменится с марта. В силу вступают некоторые изменения в законодательстве. Так, за перевозку без лицензии будут большие штрафы. Дачникам нужно будет сообщать о стройке на участках. Дальневосточный гектар смогут получать переселенцы из-за границы. Для автобусных перевозок с 1 марта необходимо обязательно сделать лицензию. На получение дается 4 месяца. Без этого документа передвигаться смогут только автобусы, которые не выезжают на дороге общего пользования или занимаются перевозками для госструктур. Других же за отсутствие лицензии ждут штрафы. Для физических лиц 50 тысяч и П-100. Для юридических 400 тысяч рублей. За повторное нарушение приостановка деятельности на 3 месяца или конфискация транспорта. С первого дня весны собственники садовых участков должны сообщать о строительстве на своей земле. Документы необходимо подать в местную администрацию. После окончания работ будет проще внести сведения о постройке в Единый государственный реестр недвижимости. С 1 марта изменения коснутся огородников. Для продажи урожая необходимо получить патент через регистрацию ИП и после платить налоги. Неофициальную торговлю будут пресекать полицейские и ФНС. Также с 1 марта будет проще дозвониться до аварийно-диспетчерских служб, поскольку появились новые требования для улучшения качества услуг. По измененным правилам диспетчер должен ответить на звонок в течение 5 минут или перезвонить абоненту в ближайшие 10 минут. Приостановить проблему внутридомовых инженерных сетей должны не позднее, чем через 30 минут после сообщения. Устранить период до 3 суток. С 28 марта жители, которые переехали в нашу страну из-за рубежа, смогут получить дальневосточный гектар. Для этого есть два условия – быть участником государственной программы по переселению на ПМЖ в Россию и получить гражданство. В ночь на воскресенье возможен легкий мокрый снег. Днем синоптики обещают плюс 10, плюс 13 градусов. Следующая неделя также ожидается теплой. Во вторник и среду будет облачно. В некоторых районах края возможны осадки. Температура воздуха в эти дни ожидается плюс 6, плюс 8. В преддверии сезона клещей врачи напоминают о вакцинации против клещевого энцефалита. Студенты ПГСХ делятся своим мнением и опытом. Осторожно! Клещи! Предупреждают плакаты со стен поликлиник и учебных заведений. С приходом весны просыпается природа, а вместе с ней эти опасные членистоногие. Рискуют заразиться энцефалитом не только дачники и любители первоцветов. Не понаслышке знают об опасном заболевании и студенты Приморской сельхозакадемии. Во время занятий учащиеся Института лесного и лесопаркового хозяйства часто бывают в лесу. Поэтому прививки стараются делать вовремя. Особенности нашей профессии, нашей практики, так сказать, лесной, непосредственно связаны с клещами. Очень часто я сам лично на себе вылавливал десятки, уже несколько десятков клещей. Они меня кусали постоянно. И я не уверен, что они были не энцефалитные. Возможно, прививка спасла жизнь не только Дмитрию, но и другим студентам. Природа таит в себе много опасностей. Это помнят и будущие ветеринары, которые тоже беспокоятся о своем здоровье. И в этом году на вакцинацию ездили всем курсом. По роду деятельности приходится работать в диких условиях, в тайге, либо в лесах. И все-таки меры защиты приходится применять. Также не стоит забывать о таких, как спецодежда или какие-то репелленты. Но первонаперво, это, конечно же, вакцинация от клещевого энцефалита. Зима в Уссурийске выдалась аномально теплой, и клещи появятся раньше обычного. По статистике, 80 из 100 укушенных умирают. Даже выпив некипяченого молока от больной коровы, есть риск заразиться энцефалитом. В этом году вакцина для прививок предоставляется только платно. Но, как известно, жизнь дороже. Тем, кто впервые решит себя обезопасить, опытный врач-инфекционист подскажет, как это сделать. Делать нужно. Экстренная вакцинация состоит из двух прививок с интервалом в месяц. Лучше, конечно, надо было позаботиться с осени, когда уже к весне приобретенный иммунитет вырабатывается. Но можно и сейчас. После прививки еще две недели нельзя бывать в очагах заражения. Хотя переносчика энцефалита можно обнаружить на себе и в городской зоне. Многие считают, что насекомое может прыгнуть с дерева. Но это не так. Клещ поджидает жертву в траве или кустах. Врачи рекомендуют как можно раньше позаботиться о своем здоровье. Как говорится, сделал дело – гуляй смело. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. Изучение русского языка для мигрантов, национальные праздники и получение гражданства. Эти и другие вопросы обсудили в администрации округа. В этом году впервые прошел консультативный совет. На нем решали проблемы национально-культурных автономий. Вопросы иностранных граждан и национально-культурных автономий округа обсудили впервые в этом году. Консультационный совет прошел в администрации Уссурийска. На повестке дня несколько вопросов. В первую очередь увеличение потока мигрантов. 49 тысяч иностранных граждан поставили на учет в 2018 году. Это на 4% больше, чем в прошлом. Лидирующие позиции при постановке на миграционный учет по-прежнему сохраняют граждане Узбекистана и КНР. Наибольшее количество поставленных на миграционный учет по целям въезда – это деловая, 48%, осуществление трудовой деятельности – 27%, туризм – 17%. Приезжать приезжают, а язык не учат. Это тоже одна из проблем. Специально для этой цели на базе школы педагогики в Уссурийске открыты курсы для иностранцев. Тут и говорить научат, и экзамен сдать помогут. Но вопрос в другом – люди не приходят. За этот год на сдачу экзамена записалось около 60 человек. Мы не только принимаем экзамен, мы предлагаем несколько программ обучения для мигрантов. Есть курсы на 24 часа, на 48 часов, на 72 часа. Но эти программы как-то не востребованы. Почему они не востребованы? Потому что, естественно, обучение – это платное. Кто-то не учит русский, а кому-то второго родного не хватает. В Уссурийске любят и уважают корейскую культуру, особенно национальные праздники. Ежегодно в городе отмечают Чусок – праздник урожая. Однако представители многочисленной корейской диаспоры бьют тревогу. Их дети знают русский язык, но вот язык предков забывают. Язык фактически утрачивается, а желание изучать есть. Кроме того, школа педагогики, где у нас есть отделение корейского языка, фактически закрыто. Каждую из проблем обсудили детально. Для некоторых уже нашли решение. Следующее заседание Совета по делам национальности пройдет в следующем квартале. Елена Карпенко, Алексей Шиповалов, Телемикс. Школьники вступили в ряды казаков. Ученики приняли присягу и получили удостоверение юнормейцев. Казачье управо работает с молодежью почти 20 лет. И вот новый призыв. Уссурийские атаманы уже выстроили насыщенную программу для новобранцев. Становись! Равняйсь! Смирно! Получили удостоверение юнормейца и вступили в клуб имени атамана Ермака. Школьники 29-й гимназии приняли присягу в помещении уссурийской казачьей управы. Юнормейец дягивает для причины удостоверения прибыл. Клуб «Ермак» назван в честь известного казачьего атамана, народного героя и завоевателя Сибири. Отряд имени Ермака Тимофеевича теперь пополнился 20 уссурийскими школьниками. Название отряда характеризует наше направление, нашу направленность, нашу специализацию. И именно оно говорит само за себя, как название отряда. У нас действительно хорошее очень название отряда. Мы собираемся развиваться, чтобы, так сказать, не опозорить имя данного человека. Казачье отделение в нашем городе существует почти 20 лет. Ребят будут обучать всему, что умеют служивые. Конная езда, стрельба из огнестрельного оружия, владение шашкой. Также юных казаков ждет медицинская подготовка, изучение истории и патриотическое воспитание. Опыт по работе с молодежью у уссурийских атаманов немаленький. Мы работаем в этом направлении еще с начала 2000-х годов. И мы единственные, мы горды этим, единственные в Приморском крае, которые награждены медалью правительства Российской Федерации за работу с молодежью. Патриотизм – честь Родины. Впереди у клуба два значимых события. День Победы и 130-летие уссурийского казачьего войска. В честь этих дат отряд будет выезжать на памятники, проводить субботники и ввести поисковые исторические работы. Учат дисциплине, там также учат становиться настоящим мужчиной, чтобы в будущем было легче. Также придется еще служить в армии, а это огромный бонус, так как будет уже опыт и не придется учиться. После присяги всех ждал стол с традиционным казачьим кулешом и чесночными помпушками. Подкрепиться действительно стоило, ведь программа у отряда довольно насыщенная. Илья Аманатов, Роман Адонин, Телемикс. Парфюмерия и косметика на границе. На Матвейском таможенном посту пресечена попытка контрабанды. Житель Северной Кореи пытался вывезти на родину около 130 килограммов незадекларированного товара. При досмотре пассажирского вагона на станции Хасан таможенники обнаружили на полках в двух купе коробки с косметикой и парфюмерией. Хозяин багажа вез на родину кремы и туалетную воду известных торговых марок. Всего было обнаружено 634 упаковки на общую сумму 173 тысячи рублей. Иностранец сообщил, что вез косметику на родину по просьбе друзей. Неоформленный товар пришлось изъять и направить на экспертизу. Против нарушителя возбуждено административное дело. Мужчине грозит крупный штраф. Попереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Неделя Масленицы для уссурицев подготовили развлекательную программу на каждый день. Помощь земляку маленькому Степе нужна реабилитация в Москве. Будем вместе. Арсений ждет родителей. 10 марта в 14 часов. Широкая Масленица в микрорайоне Радужный. Вкусные блины, горячий чай, песни, пляски, конкурсы. Главный приз – телевизор. Ждем всех гостей и жителей города на массовое гуляние. Провожай зиму весело вместе с Радужным. О здоровье детей позаботится «Профессионал». Многопрофильная детская поликлиника. Прием ведут врачи более чем 20 разных специальностей. Партнерская лаборатория – собственный центр вакцино-профилактики. Приходите на прием в «Профессионал». 7 дней в неделю. Если ты зимой простыл, утепляйся с Мастер Билл. От жары лишился сил. Классный климат с Мастер Билл. Много денег не скопил. Цены супер в Мастер Билл. Окна сделал и забыл. Это точно. Но вы уже в курсе. Компания Мастер Билл. 33-38-66. Уссурийская техническая школа ДОСААФ России проводит набор по обучению водителей категории B, C, C, E. Водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, а также трактористы-машинисты. Обучение в рассрочку и кредит. Уссурийская техническая школа ДОСААФ России. Качество проверенное временем. Телефоны 33-19-60 и 21-11-90. Лечение тромбоза и варикоза. Лазер вместо скальпеля. Центр лазерной флебологии и в Уссурийске. В том числе и УЗИВЕН. Запись 8-423-29-44-222. Я с Мисси бегаю, потому что у меня сухая попа и мне комфортно. Моя мама меня любит и покупает мне подгузники. Здесь вот такой котик Йоко-кот. С любовью и с нашими высокими технологиями продукция Йоко-сан в магазинах вашего города. Салон оптики «Я вижу». Смотри правде в глаза. У нас акция. Вторые очки в подарок. Улица Некрасова, 91. Ювелирная мастерская «Золотая корона». Качественный ремонт и изготовление ювелирных изделий. Изготовление по индивидуальному заказу любой сложности. Сделайте приятный подарок себе и своим близким. Ювелирная мастерская «Золотая корона». Улица Пушкина, 40. Дарите тепло себе и своим близким. Магазин Гоби предлагает эко-товары. Изделия из верблюжьей шерсти, яка и кашемира, натуральной кожи, унты на собачьем меху. Одежда магазина Гоби согреет не только ваше тело, но и душу. Чичерина, 70. Торговый центр «Старый город», 3-й этаж. Если отдыхать, то с шиком и комфортом. Если наслаждаться едой, то вкусной и по разумным ценам. Если танцевать, то под хорошую музыку. Если ресторан, то аристократ. Улица Тимирязева, 48А. Телефон 37-32-32. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс Новости». Продолжаем. Масленичная неделя начинается в Уссурийске с 4 марта. Каждый день новое представление творческих коллективов. В рабочие дни начало в 17.30 на разных площадках города. В понедельник 4 числа, в первый день праздника, именуемые в народе встреча, гуляния пройдут на центральной площади. 5 марта жители и гостей города веселить будут на Слободе в парке Чумака. В среду, 6 числа, всех зазовут на блины. Развлекут конкурсами и традиционными играми на территории перед Центром детского творчества. 7 марта, на широкий четверг, жители микрорайона Южный приглашают отведать блинов и повеселиться в сквере Настаханово. 8 марта праздник устроят у молодежного центра «Горизонт» в 13 часов. В субботу на Золовкиных посиделках жители микрорайона Междуречи ждет большая праздничная программа в сквере Кузьминчука в 14 часов. В воскресенье, 10 марта, финал праздника «Проводы Масленицы» состоится в городском парке на улице Володарского, 35, начало в 13 часов. Уссурийские школьники соревнуются в знаниях. На сцене 14-й школы ежегодно собираются самые одаренные ученики округа, где свои способности показывают на английском языке. На конкурсе побывала наша съемочная группа. В школьном актовом зале звучит популярная музыка. Малыши и старшеклассники выступают с серьезными номерами. Кто исполняет современный хит, кто играет на пианино и поет, а кто-то и вовсе приготовил музыкальный номер от и до. На сцене юный солист, звучат настоящие инструменты, ритм поддерживает барабанщик. Начинающая группа из школы номер 3 на талант-шоу по-английски пришла, чтобы попрактиковаться в выступлениях на публике. Песня «Моя любимая группа» из альбома «Весел» — это третий студийный альбом. Песня «Хаус оф голд» — прекрасный, талантливый исполнитель. Талер Джозеф Джордан из Агайо. Я вдохновлен их работой. Наша группа существует уже около двух лет. Раньше это было просто какие-то собрания у друга с чайком дома. Но сейчас это переросло уже почти как в профессиональную деятельность. Солисты и ансамбли представляют свои школы среди жюри преподавателей вузов. Участники этого года поставили жюри в тупик. Победитель в каждой из номинаций должен быть только один. Но лучших выбрать было и правда трудно. Это мероприятие у нас традиционное, которое проходит в два этапа. Сегодня у нас проводится первый этап. И в номинации «Вокал соло, вокал ансамбль». Всего 15 образовательных организаций принимают участие. В номинации «Соло» выбрали сразу двух сильнейших участников. Это солист средней школы поселка Тимирязевского и исполнитель от гимназии номер 29. Лучших ансамблей оказалось три. Вокальной группы школ номер 14, 25 и поселка Тимирязевского. Все, кто получил диплом победителя муниципального уровня талант-шоу на английском языке, представят наш округ на краевом конкурсе. Отменить шестидневную неделю в школах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил провести в каждом регионе референдумы по этому вопросу. Парламентарий пояснил, что нагрузка на учеников постоянно растет. Да и многие российские семьи становятся заложниками школы. Ведь шестидневная учеба препятствует семейному отдыху. Уссурицы поделились своим мнением на этот счет. Правильно, да, потому что у детей большие нагрузки в школах, и действительно им нужен тоже отдых. Конечно же, пять дней гораздо лучше учиться, и я вполне согласен, если отменят еще один день. Ну не знаю, мы раньше учились, и было у нас пятидневка, и намного мне больше нравилась пятидневка. Пусть остаются так, как есть. Не надо никаких пять дней. Они вообще уже разбалованные дети. Они же ни к чему не приспособлены. Ни шить, ни вышивать, ни вязать, ничего, как раньше у меня были. На огородах работали, а они нет. Чтобы не были так и загружены, как сейчас люди делают. Так что, пожалуйста, пятидневка. На учащихся это отразится очень сильно с точки зрения нагрузки умственной. Лучше, конечно, растянуть это, но лично я за шестидневку. Дети устают очень сильно в школе. Ну, чтобы у них побольше было хотя бы два дня выходных. Протяни руку помощи. Нашему земляку, трехлетнему Степану Свистунову, срочно необходима поддержка неравнодушных. Диагноз в медкарте – детский церебральный паралич. И если не заниматься здоровьем, крохи сейчас, в перспективе он и вовсе будет передвигаться в инвалидном кресле. Историю жизни и борьбы за каждый шаг расскажет Ольга Муравьева. Скажи, как тебя зовут? Только громко-громко? Деда, папа. Он лучезарно улыбается, застенчиво отводит в сторону глаза, позитивный и жизнерадостный. Все это о маленьком Степане Свистунове. Степке, как зовут его мама и папа. Малышу недавно исполнилось три года. Все это время родители борются за здоровье своего малыша, которого они ждали долгие 10 лет. Счастью, не было предела, когда сверток с голубой ленточкой принесли домой. Три месяца мы заметили, что у него по-разному работают руки. Правая более активная, чем левая. И мы озвучили свои опасения неврологу. Она не подтвердила опасения, сказала, ну, такое бывает, ничего страшного. И потом, ну, уже стала более явно задержка в развитии. Он поздно перевернулся, начал после шести месяцев переворачиваться со спины на живот. На обращение к специалистам те советовали не выискивать у ребенка болезни. Только в год неугомонная, по словам врачей, мама добилась диагноза своему сыну. Тогда прозвучало как приговор. Детский церебральный паралич. Сейчас Людмила вспоминает, как земля ушла из-под ног. Плакала днями и ночами. А потом начала действовать. Давай сам садись и сам вставай, чтобы мама тебя поднимала. Ежедневно несколько раз в день мама занимается сыном, чтобы развивались мышцы. Степке постоянно требуется массаж. Из-за гипертонуса он долго не мог ходить. Только в августе малыш сделал свои первые шаги и произнес такое долгожданное мама. Огромный рывок в развитии дали китайские специалисты. На днях мама и сын снова едут на реабилитацию в Китай. Мечта у меня одна. Чтобы ребенок нормально был как в обществе. Я не говорю о полном его здоровье. Но чтобы он смог ходить в садик, общаться с детьми, с людьми, чтобы в дальнейшем... Больше всего, что я боюсь, когда нас не будет рядом, что он не сможет. К своим трём годам с диагнозом ДЦП мальчишка многое умеет. Он выглядит, как вполне обычный ребенок. Сейчас именно то время, когда нужен мощный толчок для дальнейшего развития. И Степка вполне может догнать своих сверстников. Но ему нужно помочь. Всем вместе. Сообща. Дать маленькому мальчику шанс. На реабилитацию в Москве необходимо 600 тысяч. После Китая семья едет на очередной курс. Номер банковской карты на экране. Выпуск новостей продолжит рубрика «Телеконсультант». Каждый житель нашей страны имеет право на приватизацию жилья. Такая возможность доступна только единожды. Но не все категории населения могут служебное жилье сделать своим. В чем причина, узнаем далее. Я хотел приватизировать служебное жилье. Но мне отказали, ссылаясь на какие-то нормативно-правовые акты. Подскажите, законны ли действия чиновников? И куда можно обратиться за защитой своих прав? Принятие нормативно-правых актов обраганами местного самоуправления относится к их компетенции. Отсутствие нормативно-правого акта является коррупциогенным фактором. Поскольку образует пробел в правом регулировании. Органами прокуратуры на постоянной основе проводится проверка и проектов нормативно-правовых актов, и уже принятых нормативно-правовых актов на предмет наличия коррупциогенных факторов. Прокуратурой в рамках полномочий проводится антикоррупционная экспертиза в порядке, утвержденном Генеральной прокуратурой Российской Федерации, в целях выявления коррупционных генных факторов, утвержденных методикой, согласно постановлению правительства Российской Федерации. В случае выявления коррупционных факторов прокурорам принимаются меры. Соответственно, вносятся в орган, который сдал данный нормативно-правовый акт, требования о изменении нормативно-правового акта и исключении коррупционного фактора. Либо прокурор обращается в суд в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. В случае, если гражданин считает, что некоторые положения нормативно-правовых актов органа местного самоправления противоречат требованиям действующего законодательства либо нарушают его права, то гражданин вправе обратиться с заявлением, соответствующим в органы прокуратуры, где будет проведена, соответственно, антикоррупционная экспертиза и правовая экспертиза нормативного права акта и дана оценка в соответствии с законодательством. Далее в эфире рубрика «Будем вместе» и герой нашего сюжета – маленький Арсений. Мальчик очень ждет, когда к нему придут и скажут «Собирайся, поедем домой!» Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке строительной компании «Илиада». «Илиада» – надежный партнер. Сене три с половиной года. Сеня очень добрый, бывает спокойный, но бывает очень-очень подвижный мальчик. Он любознательный, активный очень и общительный. Он общается хорошо как со взрослыми, так и с детьми. Сеня очень любит заниматься. Он хорошо знает цвета, знает величину предметов, хорошо разговаривает. Правда, еще не очень понятно, но очень старательный мальчик. Он очень старается. Дорожка-дорожка. По дорожке поймут. А еще Сеня очень любит помогать. Он хорошо понимает речь взрослых, хорошо понимает вопросы и сам умеет задавать. И очень любит, когда его просят что-то сделать. Мальчик, давай-ка попробуем. Вот, да, правильно, молодец, правильно, правильно. Только... да, да, да. Его любимые игры – это конструктор, машины. Очень любит рассматривать книжки. Любит все новое, как игрушки, так и одежду. И мы здесь очень хорошо. Ну, конечно, в семье будет ему еще лучше, если у него будет и папа, и мама, братик, сестричка. И тогда, конечно, мы будем очень рады за Сенечку, если у него так получится в жизни. Стоп! А что? По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301, телефон 32-35-36. Рубрика создана при поддержке торгового центра «Оптстрой-ТВ». На этом пока все. Сюжеты также смотрите на нашем сайте телемикс.тв в профиле сети Instagram. Если вы стали свидетелем интересного события, присылайте информацию в WhatsApp. Номер указан на экране. В студии работала Екатерина Рексина. До встречи на нашем канале! Продолжение следует...